Приветствую! Приветствую и пользуясь случаем поздравляю! Нам с вами удалось пережить не только гастрономически нездержанную и эстетически чрезмерную череду новогодних праздников, но и следующую неделю после рабочую, самую сложную, адаптационную и время снова задуматься об отдыхе в выходные. Те, кто устал от мишуры, мне, к сожалению, порадовать нечем. Повестка выходного дня во многом сформирована праздником Старый Новый Год, но мы постарались найти для вас что-нибудь свеженькое. Давайте посмотрим, что из этого получилось. В художественной галерее «Классика» открылась фото-выставка мецената Александра Иванникова. Работы придутся по вкусу ценителям прекрасного и путешественникам. На фотоснимках прекрасные пейзажи Ставропольского края, Эльбрус, сумасшедшие горные течения и спокойные зеленые пейзажи. Контрасты придутся по вкусу всем. Узнать, что такое Ленинградская школа живописи и чем отличается ее реализм, смогут посетители художественного музея. Там презентовали выставку «Коллекция перемен». Мастера кисти в своих работах создали уникальную коллекцию портретов современников. Широко освещена в полотнах тема Великой Отечественной войны. Выставка продлится до 11 февраля. Она нацелена на всех людей, любящих живопись, на россиян. Это родные пейзажи, родные лица, родная природа и люди довольно знакомые. И это интересно, я думаю, что для всех. И не только современное искусство. Ведь реалистическая живопись, она и до сих пор живет. Субботний вечер лучше всего провести в театре драмы. И посмотреть постановку «День города», окунуться в весеннюю праздничную атмосферу. Настроение совершенно ностальгическое. 60-е и 70-е годы прошлого столетия. К слову, премьера постановки состоялась недавно, в ноябре 2017 года. Форма одежды – парадно-выходная, праздничная. Как-никак, День города. Фанатам фото всех возрастов, полов и профессий придется по вкусу новая выставка в 3D-формате. Специальная технология позволит посетителям стать частью объемного снимка. Оказаться рядом с одиноким маяком или почти попасть под поезд – роль каждый выбирает сам. Плюс в том, что яркие эмоции останутся не только в памяти, но и на фото. Оригинальность снимка ограничена только фантазией. Наши гости, естественно, в восторге. Мы постоянно слышим смех, видим на их лицах веселье. Я думаю, что они испытывают самые положительные эмоции. Здесь у нас представлено 16 картин. Кстати, количество фотографий, которые вы сделаете около каждой картины, оно не ограничено. Оба выходных дня любителей музыки ждут участники фестиваля конкурса «Дебюты», более известного как «Школьный рок». В зале машиностроительного колледжа в субботу можно будет послушать вокал и рок в акустике, а в воскресенье номинацию «Традиционный рок». Меломанов постарше ждут на концерте группы «Минус 30» на арт-объекте «Чердак». Организаторы обещают, что будет шумно и, что немаловажно, весело. Для тех, кого не смущают расстояния, шуяне приглашают на экстремальный отдых. В воскресенье, 14 января, на Центральной площади пройдет фестиваль необычных средств скатывания с горок. Организаторы обещают экстремальное шоу, костюмированное представление, ну и, конечно, необычные средства передвижения участников. Тем, кто не успел зарегистрироваться, не стоит расстраиваться. Наблюдать за этим будет не менее весело. Надеюсь, погода не подведет. А вот вечер воскресенья советую посвятить елочному разоблачению или разоружению, кто как называет. Праздники действительно затянулись. К слову, городские власти приведут Иваново в будничный вид. Уже на следующей неделе не стоит и нам отставать. Напомню, если вы знаете какие-нибудь яркие мероприятия, которые необходимо посетить, пишите о них нам в социальных сетях, и мы расскажем о них на всю Ивановскую. Ну а сейчас прощаюсь, но ненадолго. Обязательно увидимся на городских мероприятиях.